В городском округе Люберца живёт семья, которая взяла под опеку девятерых детей из Донбасса. Большую дружную семью навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ребят, всем привет! Здравствуйте! О большой семье Татьяна и Дмитрий Шемякины мечтали всегда. Они оба воспитывались в многодетных семьях. Имея своих маленьких двойняшек, прошли подготовку в школе приёмных родителей. И органы опеки предложили им взять сразу девятерых братьев и сестёр из Донецкой области. Шемякины согласились не раздумывая. Очень хочется, чтобы дети все свои самые смелые мечты реализовывают. Видно, как вы к ним относитесь. Я, конечно, поражён этим интересным случаем про вашего племянника, который два года назад нарисовал семью вашу из 11 плюс 2. Жилые родители и 11 детей. Младшему ребёнку 3 года, старшему 15. С первых дней все называют Дмитрия папой, Татьяну мамой. Девочки очень дружные. Они очень мне помогают и с малышами погулять, и переодеть, и кого-то заплести, и посуду помыть, и стол накрыть. Мальчики территорию убирают, с папой ходят. Мы уже распределили обязанности такие вот семейные, кто за что отвечает. Красивый дом, очень много места. Есть где поиграть. Мне нравится, когда сосиски нам жарят, мы едим. Да, кабасу. Потом нам гречневую кашу, малышам всегда делают кашу, или манну, или гречневую они кушают. Всегда, когда вот видите, нам они фрукты кушают, когда проголодают. Пока малыши спят после обеда, старший во дворе выполняет трюки на самокатах и рассекает по дорожкам на велосипедах. Испытывают подарки от губернатора. У нас слушаются дети, у нас нет такого, да, вот мы на улице, как бы все стоим на ушах, а дома у нас мы заходим, как бы разуваемся у порога, да, все моем ручки, как положено. Садимся, мы кушаем обязательно все за одним столом. В семье, наверное, самое главное у нас это дружба, забота друг о друге, дети, любовь, гармония. Что может быть лучше? Вот этого всего. Администрация округа помогла с зачислением в детские сады, школы и с прикреплением к поликлинике. Планов у ребят много. Девочки будут заниматься танцами, гимнастикой и плаванием, а мальчишки – боксом, футболом и каратэ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.